Приветствую Вас, Елена. Я Вам сочувствую, конечно же, я сочувствую той ситуации, в которой Вы оказались. Но давайте постараемся посмотреть на вещи, скажем так, здраво. Да? То есть, что такое здраво? Ага, посмотреть на вещи здраво в том, по контексте, что в Вашей зависимости бессонница не случилась внезапно. То есть, у этого есть своя история, есть своя этимология, есть свой путь. Ведь бессонница имеет под собой, скажем так, психологические основания. Вот. Бессонница имеет под собой достаточно серьезные, я бы сказал, психологические основания. Связано это с тем, что человек себя не слышит. Как правило, связано это с тем, что человек, ну, не проживает, не проживает, а... Дополняет чувства полностью свои, да, и, соответственно, это не позволяет заснуть. Понятно, что формы бессонницы выглядят разными. Вот. И, понятно, что у Вас, может быть, своя форма, форма бессонницы. Вот. И, может быть, даже не психологическая, может быть, у Вас, ну, как бы... А, бессонница, может быть, у Вас, эндогена. Вот. Это, безусловно, не известно, но факт тот, что любовная зависимость не исчезает просто так. И просто так Вам собраться. И, внезапно, после... Эээ... Ну, после... Многих лет... Эээ... Привязки к нему, а Вы его помните. Вы его помните. Несмотря на то, что он бабник, бабник, Вы с ним вступили в отношения, Несмотря на то, что он не свободен, у Вас, равно какие-то ожидания от него были. Вы все время от него чего-то ожидаете. Вы все время как будто бы... Собой жертвуете. Это не... Случайно. Понимаете? Такая позиция, она... Она не случайна. У этого есть свои основания. У вас не... Понимать... Как мне кажется... Как мне кажется... Эээ... Какие... Основания... Вот, что Вал... То есть, какие по факту у Вас... Как... Эээ... Основания для этой зависимости. Вот. То, что Вы рассказали. Вот. Это понятно. Но почему? И вот здесь начинается самое интересное. Правило, это... Определённые сложности... Со... Со... Соноценкой. Правило, это определённые сложности... Со... Страхами... Со... Определённые сложности... Со... Чувствами... И так далее. То есть, достаточно много... 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 Вариантов... Может быть. Вот. И... Все это... Эээ... Упирает ваше отношение к себе. То есть, ну, вот... Так Вы относитесь... К себе. Такое у Вас... Такое... Что у вас обиды, что у вас ожидания, и просто отмахнуться от такого стиля жизни не получится. Ведь вы получаете определенную выгоду от того, как вы живете. Вот, вы получаете определенную выгоду, а это нужно понимать. Поэтому идея моя заключается в том, чтобы вам для начала разобраться с себе, чтобы понять, чего вам хочется. Вот вы говорите, что у вас сильная привязка к человеку. Я вам верю, я верю в то, что у вас действительно сильная привязка к нему. Но что эта привязка из себя представляет? Что она такое в вашем контексте? Какие желания вас там стянут к человеку? Вот это можно и нужно, как мне кажется, выяснить. Чтобы вам лучше понимать, что делать. В контексте обиды и боли это поправимо. То есть можно помочь вам это прожить, чтобы вы видели, какие еще чувства у вас возникают. Любовная зависимость не была бы, не была бы, возможно, не была бы, возможно, без, скажем так, отсутствия личных границ. Вот. Поэтому вопрос личных границ я бы, я бы этот вопрос поднял бы, я считаю его очень важным, я считаю его прям таки, прям таки серьезным этот вопрос. Вот. Потому что вы по сути, ну вы по сути, повторюсь, жертвуете собой здесь и это прям таки вот чувствуется. И соответственно у вас нет никаких каких-то оснований. Я думаю. Вот. Вопрос заключается в том, конечно же, что это за основания. Вот. И так далее. Вот смотрите. Какая у меня гипотеза есть на уровне, на уровне вашего, я бы сказал так-так, поведения. Вы говорите. Я сильный, я самостоятельный, я там, грубо говоря, всем. Сама. Вот. И вроде бы никаких, но этого вопросов не вызывал. Но. Вы говорите. Я уходил, а он возвращал. Вот как-то это немножечко не вяжется. Как мне кажется, не вяжется это с тем, что вы самостоятельны. Потому что обычно самостоятельные люди не говорят, что меня кто-то возвращал. Обычно самостоятельные люди говорят, что, ну, например, я сама решила вернуться. То есть здесь вы, говоря о том, что вас обращали, как вы снимаете с себя ответственность. Как вы снимаете с себя ответственность за свою жизнь. Как мне кажется. Я, конечно, вот, могу быть не прав здесь. Вот. Но видится мне это примерно таким образом. Вот. Мне это видится. Вторюсь. Вторюсь, я могу быть не прав. Я могу чего-то неверно понимать. Но по моему опыту, по моему опыту, как правило, происходит эта ситуация таким образом, как правило. Как правило. То есть, где-то вы должны быть сильны. Вот. Где-то вы по жизни идете достаточно самостоятельным элементом. А где-то вы чувствуете необходимость быть слабой. Вот. И как неконтролируемо у вас, судя по, вот, судя по тому, что я вижу, как неконтролируемо у вас поведение сильное и независимое, судя по тому, что я могу видеть. Насколько у вас неконтролируемо это. Настолько, мне кажется, вы не контролируете и, соответственно, проявление своей слабости. Точнее, вообще, может быть, даже не замечаете, вот, ну, каких-то различий между этими моментами. Хотя это важно. Очень важно это различать. Вот. Очень важно это замечать. Очень важно в этом давать в себе отсчет. Вот. Понимаете, да? У вас, вот, получается, что вы себе в этом, как бы, ну, вы в этом как будто бы себя игнорируете. То есть, игнорируете, где я хочу, где я не хочу, где моя ответственность. Я ответственность другого человека. Вот как вы говорите про арту, например, что делаете для мужчины. Вы говорите, я за него и то, и это, да, а он, вот, меня не ценит. А для чего вы тогда это делаете? Вот нет ощущения, что все, что вы делаете за мужчину, было, в какой-то степени, от чистого сердца. То есть, да, я могу поверить, что, что вы человека любите. Могу поверить, что у вас есть к нему чувство, что вы хотите ему добра. Могу в это поверить. Но только ли это там. Мне кажется, что хочется вам чего-то еще. Это абсолютно нормально, что вам хочется чего-то еще. Абсолютно нормально. Но важно немножечко другое. Важно то, замечаете ли вы то, что вам хочется. Замечаете ли вы то, в чем вот, ну, то, в чем вы, например, нуждаетесь, да? Вот. И реализовываете ли вы это как-то? Далее вы говорите, что у меня были разрушительные отношения. Значит, у вас деструктивные отношения не только с этим человеком, но и вообще с мужчинами у вас отношения не складываются. Это сценарный, сценарная модель поведения. Вот. И соответственно, соответственно, это тоже нужно корректировать. Это тоже нужно, значит, делать, условно говоря, делать предметом психотерапии. Вот. То есть это может быть приметом обсуждения психотерапии. Вот. как и в принципе, в принципе, о ваше чувство и ваша боль, которую вы чувствуете сейчас. Да? вот. Какая-то вот такая, наверное, история и какой-то такой, наверное, ответ будет вам отменять. То есть вы не можете взять и просто съехать от человека. Потому что это ничего не решит и потому что он скорее всего снова вас, как вы говорите, вернет. У него правда есть для этого все изменить возможности. Вот. Мне кажется, что вам не нужно рвать сейчас жилы и как-то уходить от контакта с человеком. Мне кажется, что гораздо лучше будет, если вы оставаясь в этом месте. Уходите в себе? В этом месте. В этом месте. О, вернитесь, это все. Что-то, что-то, если вы не снимаете, и не буду делать это, что-то. А давайте вы говорите, что это делается. что вы спортивные, вы говорите про то, что вы функционируете, но вот я считаю, что вы не реализованы меня, например, не покидает. Вот, или я считаю, что не полностью, как-то, раскрывает свои способности, например, свои возможности, например. Понимаете, какая штука. Вот это, опять же, тоже как, мне кажется, вопрос больше именно личной границы. Как-то так. Нужно не действовать. Обратите внимание за все время, которое затрагивает ваша история, вы не обращались к, я так понял, психологу. То есть вы обращались к врачам, вы обращались к кому угодно, но вот к психологу вы не обращались. И психотерапия, как я понял, не занималась. Вот это вам, ни в коем случае, ни в коем случае это вам не в обиде, да, ни в коем случае это вам не в обвинении. Вот, просто говорю, как бы, о том, что опыта психотерапии вас нет. И, соответственно, культура, это вот именно то, что вот называется культурой, да, культурой психологической, психологической, например, гигиены, да и так далее. Вот этого, вероятно, нет. Опять же, это не ваша вина. То есть не надо думать, что я здесь пытаюсь обвинять, нет. Я вот не пытаюсь обвинять ни в чем. Просто хочу сказать, что предложенный вами путь, вот, а именно, это собраться и съехать, ничего не решает. А эмоции могут быть, могут быть такие, вот, что ситуация еще больше загубит. Поэтому я не рекомендовал бы сейчас вам, что называется, дергаться. Дергаться бы я вам не рекомендовал. Я бы рекомендовал вам сейчас быть внимательным, быть внимательным к себе, к своим. Чисто быть внимательным, как к мужчине. Вот, к его чувствам тоже, побыть, что называется, внимательным. Вот. И, позамечать какие-то вещи, вот, на которые вы, может быть, не обращали внимания. Лучший способ, эм, лучший способ, начать выходить из любовных зависимостей, это взглянуть на человека под другим углом. Вот. Обычно этого люди не делают, но это самый лучший способ. Вот. И, работать самооценкой, со страхом и стревозностью, с уверенностью в себе, в деструктивном сценарии. Вот. И, культивирование в себе любви и, ну, отношения, любви и ценностей. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.